1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Спортивный клуб «Одинец» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идет разминка перед сдачей норматива в ГТО. Сордопереводчик Светлана Белорусская проверяет свои силы впервые. Говорит, такие мероприятия для них очень важны, ведь это и поддержка здоровья, и сплочение. Есть небольшое волнение, в то же время настроение прекрасное. Это лишний повод попробовать свои силы. Члены клуба «Одинец» с нарушением слуха сдают нормативы в первый раз. Сегодня, в отличие от других соревнований, есть возможность спокойно проверить свои силы, определить слабые стороны и в дальнейшем работать над ними. Сдача норм ГТО, она, по моему мнению, но, наверное, это так и есть, она вселяет ребятам уверенность в их возможностях. Нормативы для слабослышащих ничем не отличаются от стандартных. Сегодня спортсмены сдают наклоны, чтобы проверить гибкость. Также в программе отжимания, прыжки в длину и бег. Короткая дистанция 60 метров и длинная 1 километр. Если участник в каком-то из видов, какое-то физическое качество у него не столь хорошо развито, ему требуется тренироваться. Наш комплекс показывает, что для участника, что ему требуется подтянуть в плане физической подготовленности. Результаты оцениваются по трем уровням сложности – золото, серебро и бронза. Если все нормативы сдать не ниже, чем на бронзу, участник получит знак ГТО и удостоверение от Министерства спорта России. Внимание! Можно? Я ее считаю. Проверить свои силы и сдать нормативы может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и выбрать подходящий день для тестирования. Лада Дудко, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова